Суббота и Барнаул отправится в музейную ночь. Каждый желающий, любой житель города Барнаула, гости Алтайского края могут приехать в Барнаул, зайти в любой музей и посетить разные выставки. Мы начинаем наше небольшое путешествие по самым известным музеям города Барнаула и первый на очереди в выставочный зал музея «Город». И мы видим здесь, ребята-графисты. Здравствуйте! Здравствуйте! Анатолий? Да, да, да. Ребята, расскажите, что здесь появится, как я понимаю, уже через несколько минут. Да, мы граффити-художники современные барнаульские, то есть много где рисовали. В рамках музейной ночи хотим просто свой арт подарить городу, так скажем. То есть мы рисуем меловой краской, это все потом легко смоется, то есть никакой нелегальщины, вандализма и так далее. Просто мы хотим нарисовать что-то интересное и красивое для города. Теперь из улицы мы с вами перемещаемся уже в помещение, в сам музей уже. Все желающие потихоньку собираются в музей. Здесь могут люди посмотреть какие-то картины, такая, знаете, тематика искусства. А что именно они здесь могут посмотреть, нам об этом расскажет Михаил, заведующий отделом, заведующим выставочным отделом. Вот так вот. Я думаю, первое правило, это, наверное, масочный режим, без него никуда. Михаил, давайте мы с вами пройдем вот в этом направлении, и вы расскажете, что люди здесь могут увидеть, что здесь представлено. Сегодня у нас представлено два художника. Это выставка Ивана Ильющенко и Александра Гордиенко. Ну, Ильющенко — это художник, который знаменит своими граффити. Вот. А тут он показал опять же свои граффити на фанерах и открыл себя в новом направлении в графике, который мы тоже увидим. И совместно это его выставка с его другом Александром Гордиенко, которого вчера взяли в Союз художников. Но на то время, когда выставка открывалась, он был просто пока художником-любителем. Вот. И тоже Александр показывает нам свои акварельные графические работы. Здесь же организована специальная автовыставка российского такого векового автопрома. Один из примеров — замечательная «Белая копеечка». Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Добрый день. Слава меня зовут. Слав, расскажи про «Белого коня», потому что, ну, «Копейка», да, уже, наверное, ну, года с 70-го, я так понимаю. И она прям идеально выглядит. Это машина 73-го. Она больше для выставок, да, как понимаю, или прям средства продвижения? Ну, сходки, выставки, я думаю, так. Зима в гараже. А какие выставки посещаешь? Как люди реагируют на нее? А вот первый выезд. Ну, подходят, фотографируются, ну, в принципе. Ну, при этом на душе, да, что работа так вот влияет на людей положительно. Ну, да. Оно того стоило, в общем. От картин машины мы с вами перемещаемся в такое немножко жуткое место, музей Аграрного университета. Вместе со мной здесь Сергей, экскурсовод. Здравствуйте. Ну, что, такое по-настоящему помещение, да, мурашек пробиваешь, естественно, когда смотришь на скульптуру. Что здесь представлено? Так, здесь представлена выставка анатомических препаратов. Из одного очень такого жуткого помещения, где животные в неживучем, да, так сказать, состоянии, мы с вами перемещаемся в зал, где здесь есть уже самые настоящие подвижные животные. Вот, например, популярный уголок, зооуголок. Здесь змеи. Девушка, здравствуйте. Как вас зовут? Дарья. Дарья, расскажите, не страшная змея на руке, змея на шее, здесь еще маленькие змеи? Нет. Как вы так взаимодействуете со змеями, что вы так спокойно себя чувствуете? Он хороший, к ним с добро и мы о них. Так, он микрофон уже почуял. На самом деле, если признаться честно, я змею очень боюсь, можно вот мне, наверное, одну змею на руку? Расскажи, она чувствует страх? Могут, конечно, да. А, наверное, сейчас будет глупо спросить, змея ядовитая или нет? Нет, не ядовитая. Что это за вид питон королевский? Вот так. Обгновенный питон. Это уж маленький совсем детеныш. Это ящер. У меня, на самом деле, перехватывает дух. Так близко. Так, а где у нее глаза? А, вот она, вот она, красота. Сколько им лет и как они выживают здесь? В какой среде они здесь выживут? Они в террариумах живут, живут в контейнерах. Самое главное – это свет для них. Уф-лампы специальные для рептилий. Подводя итоги музейной ночи 2021, можно понять, даже на личном примере, что человек испытает абсолютно разные эмоции. Это и спокойствие, да, когда смотрит на картины, и такой некий драйв, когда смотрит на российский автопром. Ну и, конечно, страх, волнение, когда человек видит животных в таком виде, и животных у тебя на руке, когда змея висит. Это было очень круто. Поэтому музейная ночь 2021. Я думаю, в копилочку на пятерку отработало в этом году. Это точно. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.